ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работа со зворотами. Сёня на пытание жахару региона отказал сенатор, старшиня областного объединения профсоюзов Алексей Неверов. Ёлка жаданья у сюрпрызы от удельников доброчинного проекта отримали выхованцы у Луковской допоможной школы-интерната. А зараз об этом иншим, большеподробязно. 77 годов под мирным небом. Сёня Ельшин отзначила день вызволения от немецко-фашистских захопников. Одна из центральных падей дня – автопробег у гонор героев. Автомобили, упрыгоженные державной символикой, з'яснили подорожа по местах памяти Великой Айчиной войны. Керавництва района, процедурники мясовых организаций и предприемствов усклали вянки и кветки под супроводжение военных оркестров. Словы подяки и хвилина маучанья – знак поваги да подвигутых, хто охверовау житями деля миру народной земли. Мета-акции Ельшина памяты заявить. Жахарой района шанует свою историю. Я думаю, что наше поколение, этот праздник останется на наших сердцах, мы всегда будем чтить эту память. И он более актуален, так как отдаляется, но в сердцах наших он всегда остается с нами. Чтобы жить дальше, нужно помнить о том подвиге, который совершили наши деды и прадеды. Больше подробностей сюжет глядите завтра в выпусках новинов. Амаль 2000 загинувших, прикладно половы, з яких – дети. В 2020-м увага белорусов была притягнута до маленькой кропки на карте Светлогорского района. Там возводили один из найбуйнейших мемориальных комплексов Украины. Народная инициатива знайшла подтримку на высокем узруне. Летом 2020-го мемориальный комплекс «АЛА» сустрел первых наведовольников. За великую укладу захования памяти, створальников и инициаторов проекта президент отзначил специальными премиями за духовное одраджение. Ранее невядомые свеча неведовочцев и факты масштабного будовництва. У репортажа моих коллег. Вы знаете, притупляется, так уже кажется, так надо. Сразу ж плакали, не могли. Яна сгадывая, як привыкали жить со страхом смерти и мирылесся со стратами. У 44-м Татьяне Калейчик было у сягу 11. Тады и она уже осиротела. На руках были молодшие браты сестра. Дети пошли ховаться у светлогорские лесы. Хоть большинство навязковцев вырешили застаться у везца «АЛА» и чакать червона армейцев. Однако замест вызволителя у везку пришли немцы. То, як горели люди, Татьяне Калейчик снится у кошмарах до этого часу. И они зайдут в эту хату, людей полные хаты были, построчать племен, а тут запалиют. А яна в лесе так далеко слышна. Кричат люди, выстрелы, собаки. И они же с собаками. Кричат, ну что? Кричат, а выйти же не могут. По словам Жаншины, тогда у АЛЕ было около 30 домов. У попелища перетворились все. Загинуло маль 2000 человек. Вырытывались одинки. За 77 годов с момента трагедии везка так и не отродилась. После войны тут усталевали поклонный крыш. Однако масштабы трагедии были неправнальные с памятным местом. За справу взялись амяццовые жахары. В самом начале здесь был лес. Здесь была проселочная дорога грунтовая. Буквально вот на том месте, где мы с вами стоим. Виктор Бельсюков и Сергей Первицкий. Миновит агет и дуэт архитекторов створал мемориал с початку на паперы. Вспоминаю, церехтовали одразу шесть вариантов проекта. З их выбирали лепшие детали. У першу чергу отмовились от тех, что потребовали масштабной высечки лесу. Нужно было от чего-то толкнуться. И оттолкнулись до военных карт. Нам была предоставлена историческая справка из Фетлогорского историко-кровического музея. На этих картах мы увидели, что она себя представляла, какое она место на территории занимала. У вынеку по проекте тут створили стежку памяти. И она с докладностью повторила выгиби центральной улицы поселка. А в бетонных арках отновили те самые 34 спаленные подворки. Треба было отлить больше за сотню элементов. Гутым лейку великий центральный звон. Одним из первых, кто узнял тему будовництва мемориала, был письменник и журналист из Аслав Котляров. Успоминая тады до воссобления идеи долучились десятки людей. Мемориал узвозили и устисленный термин. И махчимым это стало дякуючей поддержкой проекта на самом высоком узровне. Этот мемориал поистине народный, по народной инициативе, на народные средства, добровольные пожертвования и главный республиканский субботник и по благословению народного президента. Ведь если бы он не поддержал эту инициативу публично, был бы какой-то мемориал. Но такого, как я говорил, масштабного никогда бы не было. Архитекторы, будовники, волонтеры, журналисты, депутаты и многие иншие. Люди разного взрослого и разных профессий. Усе объедналися для того, как захавать огольную память. И каждый признается. Аллах – это синоним одинства у всех нас. Тем более, что война покинула след у истории литерально каждой белорусской семьи. У меня ведь и мама была в оккупации ребенком, совсем маленькой девочкой. И она запомнила немного, но ощущение ужаса ее не отпускало всю жизнь. То есть это действительно страшно, и поэтому об этом нельзя забывать. Умомонт-будовництва комплексу спецтехника узняла на поверхню человеческие останки и предметы быту вязковых жахаров. Частка речи в займе места в экспозиции новой выставочной залы. Ее проектование начали гомельские архитекторы. Новый объект у худшем часе станет часткой масштабного мемориала. Ганна Ковалева, Ганна Коральчук, телерадио-компания «Гомель» про поддержку агентства теленавинов. Будовництва школ, детских садков, поликлиник, летость по инвестиционной программе на развитие и умоцевание материальной техничной базы, социальной и вытворческой сфер, ЖКГ, жилевое будовництва было выделено свыше 85 миллионов рублей. Хотя первая початкова плановалась накеровать на эти потребы на 10 миллионов меньше. Дякуючи сродкам областного бюджета, отрымалася увести у эксплуатацию эти адрестауровать шмат социально-значных объектов. Гэта школа в 21-м микрорайоне Гомеля, детячий сад учонках, поликлиника на Мазурово, стадионы – важные для истории месты массовых опахований. Усяго у Пиралику десятки позиций. Изъявления ци реконструкцию кожного объекта вельми шакалами асовое насельництва. Таким чином у регионе поступово выращаются важные для людей и выгляду населенных пунктов проблемы. Шерех необходных для ЖКГ установ заявится и селета. Это новая школа в 96-м микрорайоне, которая очень необходима, нужна жителям. Это реконструкция БСМП, нашей больницы скорой помощи, тоже назрела этот объект, потому что необходимо увеличение и коек, и тех условий, которые там необходимы по работе с больными. Из таких значимых объектов социального назначения. А кроме того, селета Ешедзин райцентр Гомельщина отримает новое сучасное обличча. Обновление чекает Добруш. На Гомельщине протягивается проведение приемов грамадзян, а так само громадских приемных и промых телефонных линий. Сегодня на питание ЖХРУ региона отказывал член Совета Республики и Национального Схода Республики Беларусь, старшиня областного объединения профсоюзов Алексей Неверов. Найбольшая колькость зворотов до сенатора и керовника областного объединения профсоюзов на этот раз стычилася изменения в податковом кодексе. У приватности Гомельщин цікавят особливости прохожения техогляду приватных автомобилей и уплаты транспортного сбора. До речи, подчас распроцовки новых подыходов до оплаты сбора в закористане дорогами, ЖХРУ регионы выказывали сенатору свои пропоновы по удоскональнению этого процесса. На контроле Алексея Неверова зараз находится так самая ситуация с покаранием водителям, яке уницверозом стане здесь нели наезды на пешеходов со смиротным заходом. На думку члена Совета Республики, продуглеженная зараз мера отказности за такие злочинства, не отповедая реальным наступствам. Было предложение по увеличению срока наказания за данный вид преступления, смертельный случай при ДТП, в состоянии алкогольного опьянения водителя. Я думаю, этот вопрос мы проанализируем, изучим и будем вносить предложение, когда будут изменения вноситься в Уголовный кодекс. Каля сотни ёлок жадання у напереды дни Нового года было усталявано на Гомельщине. Так называются новогодние древы, на яких замест упрыгожваньев, дети с домов-интерната у малозабеспеченных неполных семьев разместили листы до Деда Мороза с пожаданиями о подарунках. Что год отправляюць посланий и отрымливаюць новогодние сюрпрызы и выхованцы у Луковской допоможной школы-интерната. Подробязности в наступном сюжете. Организаторы и удельники этого свято для детей кажут, что не глядя, что не просто 2020-й, который отзначился пандемией и складанностями для каждой семьи, сердце гомельчан застались такими жесткими и добрыми. Всё лето удельники акции «Ёлка жадання» часто тратились на дорогие новогодние сюрпрызы. Учаска Люсим так пришлась и не просто, вероятно хотелася подарить, так как мага больш своего клопоту и тепла. Гомельчане были очень щедры. Отдельные люди, организации, подарки. Приведу примеры. Это не просто самокаты, игрушки. Это необычный пример этого года. Да, пожалуй, приведу. Это удивительная колонка мечты, музыкальная, бумбокс, в которой можно сделать целую огромную дискотеку на площадке. И кто бы вы думали, попросил её в подарок? Не парень-подросток, а девочка в третьем классе. Вот сегодня она, видимо, станет будущим организатором праздников. Павеншовать особливых детей завитали Дед Мороз и Снягурка. Дитячая непосредная ширость, радость и поддяка, як хваля каждый год накрывает от усих, кто мает до чинения до свята. Он заказал у нас набор посуды, да? Это мне набор посуды понадобится в будущей жизни. Мы хозяйственные будущей жизни. Молодец. Для нас это действительно волшебно, важно, и поэтому быть частью этого мероприятия. Мы каждый год делаем какие-то спектакли, каждый год выступаем, каждый год участвуем. Ну вот в этом году в другом формате, немножко на улице. Это большой отклик от людей, от тех, которые просто хотят сделать что-то хорошее. И это очень приятно понимать, принимать в этом участие, понимать, что людям не всё равно. И когда в Алме мы стоим, раздаём вот эти листовки, и люди подходят, приносят большие подарки со слезами на глазах, вот эта реакция, это вообще бесценна. Сирот подарунков шмат было нетанных. Например, электромеханичные цацки, электроника, мячи, ляльки, обуток. Есть труковый самокат, профессийные бутсы для занятка футболом, дорогий посуд и навод комплект постельной бялизны. Больше как полсотни сюрпризов от небыяковых и чулых людей. Для того же настрой выхованцев уздымали клоуны «Фанни Ноус» и волонтёры. Что тебе больше всего хотелось? Колонку. Спасибо большое. И с Новым годом. Главное – это счастье и здоровье. Спасибо, дедушка Мороз. Приглашаю всех на уличную дискотеку. Вероника Гамзюкова, Александр Гамуля, Александр Харлампов. Телерадиокомпания «Гомельс» Гомельского района. Серьёзное похолодание, где у Беларусь. До конца тыдня в Украине чакаются морозы. Серады в нашем регионе прогнозуется снег и мятелеца. В ближайшие два дни будет до минус 5 в ночи и клят 3 градусов мороза в день. А уже с четверга слупок термометра почне и мкливо опускаться. У ЧАЦВЕР на протягу суток будет до минус 10, и в пятницу и суботу чакаются морозы до минус 17-20 градусов. У целом другая декада студеня прогнозуется на несколько градусов холоднейше, чем звичайно. Это и другие новые информации о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершено. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Анна Каральчук. Здравствуйте. На пожаре в агрогородке Еремина Гомельского района травмированы мать и ее двое детей. Возгорание произошло внутри дома на втором этаже. Жильцы покинули здание самостоятельно. После осмотра медиками женщина, ее сын и дочь были госпитализированы с предварительным диагнозом отравления продуктами горения. Огонь повредил потолки имущества. Вероятная причина возгорания – нарушение правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. В Калинковичах 14-летняя девочка получила ожоги. Предположительно, она производила розжиг печи при помощи легковоспламеняющейся жидкости, в результате чего произошла вспышка. Подросток была доставлена с ожогами в медучреждение. Следов горения одежды на пострадавшей не обнаружено. Дом не поврежден. В Гомельском районе женщине потребовалась помощь спасателей. Было установлено, что гражданка 1958 года рождения шла вдоль здания и застряла ногой в решетке при ямке подвала. Самостоятельно выбраться она не смогла. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавшую. В госпитализации она не нуждалась. За праздничные выходные дни сотрудники госавтоинспекции выявили 32 нетрезвых водителя и 105 бесправников. За этот же период на дорогах области произошло 5 ДТП, в которых один человек погиб и еще 4 пострадали. В Лоевском районе 31-летний водитель Рено двигался по трассе Холмич-Брагин. Мужчина не справился с управлением и машину вынесла с дороги, после чего она съехала в мелиоративный канал. В результате ДТП водитель был госпитализирован в нейрохирургическое отделение. В Добруше 46-летний водитель БМВ наехал на пешехода, который шел по краю проезжей части по ходу движения. 31-летний мужчина не был обозначен фликерами и предположительно был нетрезв. В результате он госпитализирован. В Речицком районе 44-летний нетрезвый водитель передвигался на квадроцикле «Спортсмен». При выборе скорости мужчина не учел погодные условия и состояние дороги. В результате он съехал на обочину и перевернулся. Его госпитализировали. В Гомеле 40-летний житель областного центра в торговом киоске разбил камеру, похитил кассовые аппараты, сигареты на полторы тысячи белорусских рублей. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого. Вскоре его задержали. Возбуждено уголовное дело. Оказалось, мужчина находится под подпиской о невыезде и подозревается в совершении аналогичной кражи в Гомельском районе. В Хониках подросток нашел и присвоил чужой кошелек. 64-летняя жительница райцентра обратилась к правоохранителям, что в одном из сетевых магазинов по улице Советской она забыла кошелек, в котором было чуть больше 60 рублей. Оперативники установили, что 17-летний житель райцентра обнаружил пропажу на прилавке и оставил себе. Личность юноши установили. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Анна Крайчук. Благодарю вас за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь4Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомельский ВРЗ впервые стал обладателем Кубка Беларуси по мини-футболу. Финал четырех розыгрыша трофея проходил в Могилеве. Мечты о гомельском дерби в финале, которое наверняка лелеяли многие болельщики из нашего областного центра, развеяла столица. Менчане в полуфинале обыграли БЧ. Основное время матча завершилось в ничью 2-2. На четвертой минуте Мазной вывел железнодорожников вперед. Горбенко на 32-й счет сравняла. Королишем вскоре вывел айтишников вперед. В овертайм игру перевел Тикуришвили. В дополнительное время голов соперники не забили, а в серии пенальти сильнее была столица. Для ВРЗ полуфинал получился менее энергозатратным. По итогам первого тайма матча против охраны «Динамо» вагоностроители выигрывали 5-0. И после перерыва вполне могли себе позволить играть в экономном режиме. В итоге подопечный Анатолий Яновского довели матч до победы 8-2. Евгений Клочко оформил хит-трик. Из регламента финального матча столицы ВРЗ выжили максимум. В первом тайме соперники обменялись забитыми голами. Грицина вывел Минчан вперед. Вскоре Ольшевский рукой остановил летящий ворота мяч. Судья указал на точку и удалил игрока столицы. Клочко реализовал пенальти. С девятью голами укрепился в статусе лучшего бомбардира розыгрыша Кубка страны. После перерыва команды вновь обменялись голевыми атаками. Первыми успех праздновали вагоностроители. Цель достиг удар Лося. Затем свое слово сказал Лавор. Ассистировал ему Грицина. Дополнительное время прошло без взятий ворот. В серии пенальти в воротах ВРЗ Юрия Дегтяренко сменил Сергей Давидович. И выиграл две из пяти очных дуэлей с игроками столицы. У Лукша измысленно двоих один отбитый пенальти. ВРЗ побеждает и берет первую в своей истории национальный мини-футбольный трофей. Уже 16 января в РЗ и столице вновь будут соперниками. Перенесенный матч 10-го тура чемпионата Беларуси пройдет в Гомеле. Столивары одолели Гомель в первом в новом году по лескам дерби в хоккейной экстралиге. Поединок в Гомеле получился весьма результативным. Финальная сирена зафиксировала победу Металлурга 6-5. Реваншироваться рысим смогут уже в ближайшую субботу. Металлург и Гомель встретятся уже в Жлобине. До этого предстоит небольшое выездное турне. 12 января с Толиваром в Молодечно играть с Динамо, а рысим в Гродно с Неманом. 14 января в Гродно поедут уже жлобенчане, а в Молодечно – гомельчане. Первая победа в сезоне. Женская команда баскетбольного клуба «Гомельские рыси» на домашнем паркете была сильнее дубля столичного горизонта – 70-68. Гомельчанки по-прежнему замыкают турнирную таблицу чемпионата. Мужская команда «Гомельских рысей» также дома играла с соседом по турнирной таблице сборной Брестской области. Гомельчане на правах хозяев уверенно начали поединок и к пятой минуте создали преимущество в 9 очков. Брещанам удалось мобилизировать силы и к концу четверти сократить отставание до минимума. Вторая десятиминутка получилась диаметрально противоположная. Плюс 6 от Бреста и уже Гомель в роли догоняющих. А в начале третьей четверти команды несколько раз обменялись трехочковыми бросками, однако Брест был удачливее на подборах, что и позволило им сохранить шестиочковое преимущество. Картина поединка не изменилась и в концовке. Как итог поражения Гомеля – 79-93. Ну, что я хочу сказать. Я хочу это должное сопернику, потому что у нас с ними постоянно очень напряженные игры. Сегодня у меня пошло, завтра у кого-то другого полетит. В этом нет ничего сверхъестественного. Этих очков не было бы без партнеров, без передач, без ничего. Поединок не изменил турнирного положения команд Гомель на девятой строке. Брест идет восьмым. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин